Всем привет! В эфире канал Turkish People, меня зовут Елена, и мы на нашем канале рассказываем про жизнь в Анталии. Вы уже заметили, у нас есть гости, и мы сейчас находимся на пляже, значит, видео будет про отель. Да, мы в этом отеле сами не отдыхаем, но мы нашли людей, которые там отдыхают. Это туристы могут рассказать о нем и рассказать свои впечатления, стоит ли сюда ехать или нет. Давайте, представьтесь. Здравствуйте, всем привет! Меня зовут Алена, это мой супруг Александр. Мы здесь еще с двумя детьми, младшая Виктория и старшая Кира. Мы отдыхаем здесь... А детки маленькие? А детки очень маленькие, одной полтора года, другой вот четыре исполнилось на днях, как раз в отеле отмечали. Мы здесь отдыхаем в отеле Barut Collection. Ну, мы здесь отдыхаем в принципе не в первый раз в Ларе, нам здесь очень нравится. Да, мы находимся в Ларе Кунду, и этот отель, о котором идет речь, самый первый на въезде со стороны аэропорта. Да, отель открыт очень давно, немножко он подуставший уже, но нам там очень нравится, потому что и отношения, и сервис, и вообще все, что связано именно с такой туристической стороной. Да, там еда, что обычно интересует туристов, море, солнце, все это есть, и нам, поэтому мы прям рады, что мы сюда попали, и что открыли границы наконец, и мы можем наконец-то здесь с вами рядом находиться. Вы были раньше в этом отеле? Раньше в этом отеле конкретно мы не были, здесь первый раз. Просто вы были здесь в Ларе Кунду? Ну, мы были, да, в нескольких отелях, уже путешествовали. Угораживались, ориентируетесь. Да. Мы в данный момент находимся на общественном пляже, потому что в отель мы зайти не можем, теперь не пускают, для того, чтобы встретиться, и была красивая локация, а детям было где порезвиться, мы пришли вот сюда на пляж общественный, мы его тоже вам покажем. Так, номер в отеле Барут, Family Room, шкаф, значит, два полотенца, там тапочки, также выдают сумку для пляжа бесплатно, можно ее потом забрать, сейф есть бесплатный, большой, вот такой шкаф. Так, давайте сначала зайдем в туалет, посмотрим, что здесь. Так, полотенце, раковина, наборы, шампунь и гели для душа, мыло, дальше, значит, ванна, вот такая огромная душевая кабина, по запросу предоставляют для малышей ванночку, также здесь отдельный туалет, вход по запросу предоставляют горшок, сидение на унитаз, то есть это все можно попросить, вам принесут. Есть специальное приложение у них, и через это приложение можно заказать, ну, все, что вам нужно, соответственно, в номер, подушки, какие вы хотите. Так, это детская комната, здесь две кровати, телевизор, выход на балкон, закрывается ключом, чтобы дети не могли выйти, и здесь отдельный детский шкаф, вот, отдельные вещи, в общем, можно все повесить, очень здорово. Так, на балконе у нас вид на сад, вот тут есть боковой вид на море, вон там видно море, так, вид просто на горы, ну, тихо, хорошо, красиво. Вот, цветочки здесь такие, в общем, здорово. Так, огромный балкон, просто большой стол, четыре стула, здесь есть даже сушилка, можно сушить вещи. Так, и нам осталось с вами посмотреть большую комнату. Так, вот, большая комната, здесь столик, кресло, стул по запросу предоставляют, это кроватка для малыша тоже по запросу они приносят. Здесь вот как раз сумка, что я вам говорила, пляжная, ее не обязательно брать с собой, вам здесь ее подарят. Чайник. Да, плюс для отеля, да, есть и антисептик для рук, и салфетки, это прям здорово. Детский набор дают, вот в такой сумочке вместе с мочалкой. Так, большая двуспальная кровать здесь. Здесь, вернемся сюда, здесь чайный набор и мини-бар, откроем мини-бар. Вот такой мини-бар, пополняется все ежедневно. Так, ну и здесь телевизор. Вот такой вот небольшой обзорчик нашего номера. Завтрак в отеле Baruch Lark Collection. Редактор субтитров А.Семкин Так, мы с вами на обеде в основном ресторане. Это у нас ужин в основном ресторане. Сегодня турецкий вечер, турецкие салатики. Субтитры подогнал «Симон»! Покажем территорию отеля. Вот это вот бассейн. Здесь спасательная будка. Бассейн с островом. С левой стороны это главный ресторан. Со швестным столом получается на улице места и изнутри. Бару бассейна работает до часу ночи. Напитки все, почти все то же самое, что в лобби-баре. Это даже не почти, а вообще все. Также в отеле есть концепция Барри Стар. Это для детей концепция. То есть у них даже в барах стоят такие стоечки, где ребенок может подойти, заказать себе коктейль. По этой концепции Барри Стар предоставляют детские стульчики, детские коляски, пеленальные, пеленки всякие непромокаемые, детские шампуни, детские гели для душа. Ну и много-много всего. Радионяня. Все заказывается через приложение, либо просто в лобби у Гастерлайшн. Здесь играют в дарт, сейчас анимацию проводят. Также из анимации есть винтовки, лук со стрелами, боча. На пляже волейбол, где-то есть гольф, теннис. Ну в общем много всего, все что нужно. Чтобы не было скучно. Аквапарк очень безочаровал на самом деле, то есть он вот такого виля. Бассейн и холода прям леденющее. Там велики видно едет машинка, эта машинка выжит на пляж от здания Анекс. Здание Анекс, предисемейные номера, где мы сейчас проживаем. Там а-ля карт ресторан называется Сандал. Днем он работает без ограничений. Можете приходить, кушать все по заказу, по меню. Вечером он работает как рыбный ресторан. С правой стороны вдалеке ресторан барбекю. Детские развлечения. Нужно брать полотенца. Все полотенца упакованы в пакетики. Это, видимо, по новым нормам. Бар на пляже. Также напитки все присутствуют. Ну, в целом, вот такой обзор. Зеленая территория, хорошая, красивая, много бассейнов. И наша любимая Средиземная моря. Что не понравилось? Давайте сразу. Давай, ты вот как раз сегодня об этом говорил. Мне не понравились в первую очередь это ледяные бассейны. Реально, бассейны все ледяные. Даже крытый бассейн, который у них отапливается, он в этот раз был ледяной. И его включили один раз. Это вчера, когда была гроза, ураган. Люди все как бы сбежали сюда, они включили подогрев. Так все бассейны ледяные, аквапарк полностью ледяный. Ребенок заходит, он в бассейне аж трясется. Потому что, ну, тяжеловато, тяжеловато в этом плане. Остальное все мелочи. Единственное, не понравилось. Отель позиционирует себя как еще антиаллергенный. Ну, вот мы тоже в видео говорили. Получается, они там собирают информацию от жильцов, кто приезжает, что вот у вас есть там аллергия на что-то или нет. А заходишь, например, в ресторан, а там лежит рыба и мясо рядом. Если человек, например, аллерген на рыбу, они спрашивают об этом, но рыба и мясо лежат рядом. То есть, ну, тоже не очень. Остальное, ну, на самом деле, такие мелочи настолько, что там вообще... Ну, для кого-то, может, не мелочи. Просто мы, например, в номере не бываем. Мы как выходим с утра, например, на море, там, в бассейн, еще куда-то где-то прогуляться по территории. Дети в колясках, в принципе. У вас большой номер? У нас большой номер, да, у нас family room. Ну, у нас много просто. Вот. И как бы там, может быть, где-то там чуть-чуть потертости, где-то там грязь, для кого-то, может быть, кто живет в номере постоянно, это будет критично. Для нас это как бы... У отеля большая территория? Очень большая, да. Территория очень большая, очень хорошая. То есть, там, яркая, большая поляна. Самый лучший детский клуб, наверное, который есть, вообще, сколько мы видели, в отелях разных были. То есть, здесь лучше, да, с детьми, здесь прям идеально. А у них прям классная очень концепция, Берри Стар. Ну, мы рассказываем там в обзоре номера об этой концепции, что они предлагают. Я перебью тебя. Да, действительно, у ребят есть свой YouTube-канал, он еще не очень такой большой, и они туда сейчас выкладывать начали видео про этот отель. Если хотите посмотреть подробно про этот отель и в следующий, который они переедут, переходите на их канал, вот будет ссылочка и в описании, и вот это написано. Это вот как бы благодарность от нас за то, что они нам рассказали и показывают этот отель. Да, мы в свою очередь очень рады видеть вас, наконец-то, вживую, не только на экране телевизора. Это было очень интересно посмотреть, как ваша семья вообще выглядит. Очень рада вас видеть. Ну, видите, наша семья, он в большей части купается в море. Ну, это и хорошо, и с нашими немножко поиграет. Да, и с вашими детьми. Это хорошо. Расскажите, как вы сюда добрались? Быстро ли доехали из аэропорта? Мы из аэропорта доехали очень быстро, потому что находится отель прямо на первой, ну, он самый первый при заезде в Лару, да, я правильно говорю, район. Да, самый первый. Самый первый. То есть мы ехали минут, наверное, 15. У нас был отдельный трансфер, как бы мы его не заказывали, просто, видимо, больше в эту сторону, может быть, никто не ехал, не знаю. Ну, то есть мы ехали одни, поэтому доехали мы очень быстро, за 15 минут. Ну, до этого мы добирались долго, летели целых три часа на самолете. Летели авиакомпании Turkish Airlines. А вы из какого города сами? Мы из Москвы. Летели мы туркишами, нам, к сожалению, задержали рейс почему-то на час, и мы были удивлены, потому что когда было много самолетов, как-то никто никогда не задерживался рейсами, а тут мы вот второй раз вылетаем, уже летом прилетали, когда границы открыли и сейчас, и постоянные задержки почему-то происходят, непонятно. Через какую компанию вы покупали тур? Тур мы покупали, используя две компании, мы покупали от Туи первую неделю нашего отдыха, мы здесь на две недели, и вторую неделю мы брали от Тест-тур, то есть отдельно мы заказываем онлайн, а перелет берем отдельно у авиакомпании. Вот смотрите, видите, это почти самостоятельные путешественники, они сами спланировали себе отдых, они за эти две недели будут в двух разных отелях, и, естественно, они покупали и сами себе перелет. Да, перелет покупали сами себе, еще, получается, мы должны были прилететь первый раз в мае, да, из-за закрытия границ не вышло, и нам вот туркиш-эрлайнсы возвращали деньги, и мы, в общем, перебронировали. То есть вы возвращали деньги, не переносили перелет? Мы не переносили перелет, не получилось перенести его просто, то есть там нужно было больше времени, вот мы хотели на август его использовать, как раз деньги с перелета, но не получилось, сказали, что уже только позже, и вот они нам возвращают деньги, и мы, соответственно... А не дороже получилось вот самостоятельно, чем пакетом покупать? Ну, это больше к тебе вопрос. Нет, на самом деле, если правильно спланировать, правильно найти, допустим, где выгоднее, то есть мы взяли отдельно один отель Туи, один отель в Тест-туре, у нас получилась цена как раз нормальная, то есть оно выходило в районе, ну, на четверых, в районе 200 тысяч, если бы мы брали пакетом, например, только в Тест-туре, то выходила бы цена в районе 250, то есть вышло даже дешевле. То есть надо просмотреть все варианты? Да, да, да. Это обязательно, и еще мы почему именно отдельно брали перелеты, потому что мы брали регулярные рейсы, нам с детьми маленькими важно, чтобы мы знали, когда именно мы вылетаем, чтобы не было чартеров там, утром-вечером, непонятно как. Ну да, и туркиши, в принципе, сюда вылетают, сюда ночью прилетают утром, а отсюда улетают, наоборот, в ночь. Вечером. То есть тоже день не теряется, ни первый, ни последний. Ну, мы тоже летаем, туркиши. Единственное, что очень не понравилось, что они в последний раз не кормили. Да, на столе нам принесли пакет, то есть там в пакете был бутерброд с зеленью, что-то там еще было, да, сыр, кусочек сыра, помидор, да. И, ну, водичку поставили, бутылочка водички стояла там. И сок. Да, сок еще, все, в принципе, все, там вообще ничего такого не было. А кексик тоже, по-моему, где ушел. Я что-то открыл так и все. Ни чая, ни кофе теперь нет. Да, к сожалению, по сравнению с прошлым годом, да. А багаж остался прежний? А багаж сейчас нельзя ничего взять вручную укладь, то есть там только маленькую сумочку или рюкзак, женскую сумочку, а все, что больше, оно уходит в багажное отделение, ну, вроде, как они говорят, бесплатно, то есть это не добавляет вес. Вес багажа, который вот учитывается, он остался тем же самым, 30 килограмм, а как и было, они не поменяли ничего, к счастью. Да, много купить сможете с собой увезти из Турции. Уже, наверное, список есть, что хочется взять. На самом деле мы часто бываем в Турции, в прошлый раз привезли, поэтому я думаю, что в этот раз мы... Мы в основном возим сладости и иногда одежду детям покупаем, потому что здесь можно просто выгоднее, дешевле найти, чем у нас. Аптека. Аптека, да, медикаменты. Здесь все равно лучше. И по качеству лучше даже. А какие именно вы покупаете? Тилол мы брали в этот раз. Ну, мы его брали до этого, и супруг приболел как раз не тем, о чем можно подумать. Да, теперь сильно боятся. Просто приболел, и как бы за день, за два все буквально прошло. По сравнению с нашими лекарствами, которые, ну, в Москве, допустим, на террафлю вот выпьешь, если ты его будешь пить там три дня, я не знаю, что бы, килолом, ну, буквально день-полтора. Да. Ну, и глазные капли мне маме приписали просто на полгода. Почему-то она сказала посмотреть их в Турции именно, я не знаю почему, она живет вообще в Сибири, и вот мы ей везем теперь глазные капли еще. Далорекс. А, Далорекс, да, берем тоже. Маме обезболивающее для спины, только оно помогает. Сколько дней вы же в этом отеле? Нравится. Мы сегодня седьмой день, да? Восьмой, сегодня восьмой, сегодня мы переезжаем в другой отель как раз. Мы сегодня переезжаем в IC Green Palace, он находится, получается, дальше, в Кунду, ближе к Мордан-Паласу, если, ну, как, чтобы для понимания переезжать. Ну, планируем все-таки, наверное, на такси, такси будет стоить в районе, там, 5-10 долларов. Ну, либо поедем на автобусе, в принципе, седьмой автобус, он как раз туда до конца уходит, и все. Автобус единственный нам, что с коляской, с чемоданом, как бы не очень удобно, поэтому, может быть, такси. Думаем, пока думаем, сейчас, как раз к вечеру определимся уже и поедем. Ну, вот, смотрите, пролетает самолет из аэропорта, но это достаточно далеко отсюда. Самолеты вообще не слышно. Вот где находится отель Сера, вот, кстати, я вот тоже его отсюда вижу. Да, мы тоже его видели. Да, вот там самолеты слышно, а здесь тишина, здесь только видно туристов, много отелей. Вот, кстати, ваш отель вот где-то, где-то вот там. А вот там домики маленькие стоят, как раз поближе чуть-чуть сюда, да, перед ними, как раз наш пляж. Ну, и за коричневым отелем... Здесь вот других отелей тоже много, очень красиво вот выглядят. Вот именно в Ларикунду отели выглядят презентабельно. Ну, тут одни, мне кажется, самых дорогих отели, которые в Турции, в принципе, есть. Ну, потому что пляж-песок, аэропорт рядом, и условия должны быть тоже отличными. Хотя мы смотрели многих вот блогеров, да, кто снимает здесь, и многие говорят о том, что здесь пляжи не очень хорошие. Я, правда, с ними не соглашусь, потому что нам здесь очень нравится. Пляж ничем нет, не хуже, чем в Сиды. Да, мне кажется, для детей здесь прям идеально. Многие блогеры Аланьи, вот они снимают, и они говорят, что вот в самой Анталии, да там одни камни, да там все плохо как-то. Вот, ну, часто видно, просто очень часто видно. Но на самом деле здесь пляжи, ну, для нас, по крайней мере, это вообще идеальные пляжи. Это всегда постепенные заходы, это всегда песочек. Чуть-чуть там где-то камушка, но это не критично. Такого, чтобы какие-то кирпичи были, или даже вот в Аланьи их самой бывают, там прям булыжники посреди этих, такого здесь никогда нет, да. Лару фундом рекомендуем однозначно всем, особенно из детьми. Ну, в Кунгу, Апсу здесь все, в принципе. Рекомендуйте отдых с детьми и, в принципе, даже и взрослым сюда. Здесь взрослым есть чем заняться вечером. Взрослым... Вот ночной клуб открыли. Ночной клуб открыли вот в этом году, по-моему, как раз. Поэтому приходите, приезжайте, отдыхайте. Так что здесь в каждом отеле есть ночную клуб на самом деле. В каждом отеле есть такие отели, что уровня в самом отеле будет чем заняться. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца, что вы с нами. Напишите в комментариях, нравится ли вам видео про отели, той концепции, как снимаем мы. Мы, да, действительно, не ездим на один день, потому что за один день, по-моему, очень сложно понять, что в этом отеле. А мы встречаемся с людьми, которые там живут. Нравится вам? Пишите, ставьте лайки. Ну, я еще раз напоминаю, можете посмотреть все отели, где они бывали, на их канале. Спасибо большое вам. Мы с удовольствием сами здесь покупаемся. Мы приехали, вот видео снимем, с интересными людьми познакомились, и сами будем здесь купаться. И покажем, какое здесь классное море. Всем пока! Всем пока-пока! Всем пока!